Георгий Алексеевич Скребицкий Свои увлечения сумел передать мальчику. Искренняя любовь к природе, появившаяся и осознанно еще в детские и юношеские годы, стала ориентиром всего жизненного пути Георгия Скребицкого, придав ни с чем несравнимое своеобразие его творчеству. Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает вашему вниманию рассказ Георгия Скребицкого «Воришка». Однажды нам подарили молодую белку. Она очень скоро стала совсем ручная. Бегала по всем комнатам, лазила на шкафы, этажерки. Да так ловко, никогда ничего не уронит, не разобьет. Очень скоро она научилась скакивать на плечо. Это значит, она просит сахару или конфетку. Очень любила сладкое. Конфеты, сахар у нас в столовой в буфете лежали. Их никогда не запирали, потому что мы, дети, без спросу ничего не брали. Но вот как-то зовет мама нас всех в столовую и показывает пустую вазочку. Кто же это конфеты отсюда взял? Мы глядим друг на друга и молчим. Не знаю, кто из нас это сделал. Мама покачала головой и ничего не сказала. А на следующий день сахар из буфета пропал. И опять никто не сознался, что взял. Тут уж и отец рассердился. Сказал, что теперь все будет запирать. А нам всю неделю ничего не даст. И белка заодно с нами без сладкого осталась. Спрыгнет, бывало, на плечо. Мордочка, щеку трется. За ухо зубами дергает. Просит сахар. А где его взять? Один раз после обеда сидел я тихонько на диване. Встал и печетал. Вдруг вижу. Белка вскочила на стол. Схватила в зубы корочку хлеба. И на пол. Оттуда на шкаф. Через минуту смотрю. Опять на стол забралась. Схватила вторую корочку. И опять на шкаф. Постой, думаю. Куда это она хлеб все носит? Поставил я стул. Загляну в шкаф. Вижу. Старая мамина шляпа лежит. Приподнял я ее. Вот тебе раз. Чего-чего только под нею нет. И сахар, и конфеты, и хлеб, и разные косточки. Я прямо к отцу показываю. Вот, кто у нас воришка. А отец рассмеялся и говорит. Как же ты и раньше не догадался? Ведь эта наша белка на зиму себе запасы делает. Теперь осень. На воле все белки корм запасают. Но и наша не отстает. Тоже запасается. После такого случая перестали от нас запирать сладкое. Только к буфету крючок приделали, чтобы белка туда залезть не могла. Но белка на этом не успокоилась. Все продолжала запасы на зиму готовить. Найдет корочку хлеба, орех или косточку. Сейчас схватит, убежит и запрячет куда-нибудь. А то ходили мы как-то в лес за грибами. Пришли поздно вечером. Усталые. Поели и скорее спали. Кошелку с грибами на окне оставили. Прохладно там. Не спортится до утра. Утром встаем. Вся корзина пустая. Куда же грибы делись? Вдруг отец из кабинета кричит. Нас зовет. Прибежали к нему. Глядим. Все оленьи рога над диваном грибами увешиваем. И на крючке для полотенца. И за зеркалом. И за картиной. Всюду грибы. Грибы. Она и вовсе пропала. Искали, искали ее. Нигде нет. Наверное, убежала в сад. А оттуда в лес. Жалко нам стало белочки. Да ничего не поделаешь. Собрались топить печку. Закрыли отдушник. Наложили дров. Подожгли. Вдруг в печке, как завозится что-то. Зашуршит. Мы отдушник поскорее открыли. А оттуда белка пулей выскочила. И прямо на шкаф. А дым из печки в комнату так и валит. В трубу никак не идет. Что такое? Брат сделал из толстой проволоки крючок и просунул его через оттушенную трубу, чтобы узнать, нет ли там чего. Глядим. Тащат из трубы галстук, мамину перчатку, даже бабушкину праздничную косынку там разыскал. Все это наша белка себе для гнезда в трубу затащила. Вот ведь какая. Хоть и в доме живет, а лесные повадки не оставляет. Такова уж видных беличья натура.